Деревянные кресты В руках врага. Карла снова послали на фронт, а Анну отправили в лазарет ухаживать за раненными. 8 апреля французские войска начали штурм Сен-Мейля. Такую возможность Карл упустить не мог. 9 апреля 17-го года захвачен Сен-Мейля. Меня хотят взять переодеться, что ли? Не, не хочу. Окупация Сен-Мейля. Город Сен-Мейль, оккупированный немцами в сентябре 14-го года, имел крайне важное стратегическое значение. Он находился прямо на выступе линии фронта. Кроме того, через него проходила железо-дорога, соединявшая Париж и Нанси. На прибытие в этот район американских войск в 18-м году силы Антанты предприняли несколько попыток освободить Сен-Мейля, но ни одна из них не уменьшалась успехом. Газ, применявшийся во время войны, был тяжелее воздуха и поэтому легко проникал в траншеи и туннели. Он также мог скапливаться в воронках от снарядов, которыми изобиловали районы боевых детствий, поэтому солдатам приходилось подолгу оставаться в противогазах, которые были очень неудобными и значительно снижали боеспособность. Даже в наши дни в земле полей и фермерских угодий, расположенных вдоль бывшей линии фронта, таятся страшные подарки давно минувшей войны. Неразорвавшиеся снаряды с газом. Я думаю, что это было наиболее. ТАСК-СОН ОТ ? Ты еще что за хер? Неважно. Я пойду в другую сторону, раз мне сюда нужно идти. И дневники еще прочитать можно. Чудеса иногда все-таки случаются. Карл жив. При побеге он пошел на хитрость, надев свою одежду на мертвеца, и этот трюк сработал. Мы пересекли линию фронта. Цель нашего путешествия уже совсем близко. Надеюсь, мне все-таки разрешат покинуть лазарет. Хочу попробовать разыскать фирму Мари. Карла держит в казарме, его подозревают в предательстве. Этим утром я уже решил сдаться, но потом мне посчастливилось встретить Анну, которая снова меня спасла. Сейчас мы едем в Сен-Миэль. Мои несчастные ноги никогда не простят мне этих скитаний. Пока не знаю, как мы пересечем линию фронта, но я хорошо знаю эти холмы. Среди них наверняка отыщется какая-нибудь лазейка. Я не шпион. Сколько раз нужно повторить, чтобы они мне поверили. Их не убеждает даже то, что я служил под командованием фондорфа. Как бы мне хотелось сейчас увидеть Мари и Виктора хоть на минуту. Я обязательно должен знать, что с ними все в порядке. Но для того, чтобы встретиться с семьей, мне сначала нужно выбраться отсюда. Нет, 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 я сначала сюда пойду. Не надо мне стрелку тут совать во все места на экране. Пиксели мои не трогай. Нужна каска и оружие. Ладно, окей. Надо было сначала к этому чуваку подойти. Почему тут скориться нельзя? Не знаю, джитпак. Ты везли какой-нибудь. Давай. Ну, видимо, это хозяин собаки был. Точнее, хозяин собаки, от которой она убежала. Ну, или от которого ее забрали. Или это песик. Не знаю, джитпак. Ты мне дай. Что дальше? Не-е-е. Нужен ключ, окей. Что, мне не дают каску взять? А, понял. Нужно знать код. Дальше ты че. Дальше ты че. Дальше ты че. Я вернулся, б***ь. Ох ты, я че нашел. Немецкий солдат-жетон 16-го года. Солдатский жетон для опознания погибших. Окей. Если бы это был не рисунок, афтография, было бы намного лучше. А каску-то? Немецкий случай. а здесь просто каска стоит на заднем фоне где мне код узнать на него чуть дальше вас есть дать так ты меня пусть еще до яичу ты мне врешь то все ключи ключи забрать не могу вот она как он такого поляра подошел что вы хотите сударь окей даже не знаю чем не нужно тебе и нахера мне этим заниматься тоже не знаю а не яблоко можно скинуть или нет потому что мне яблоко можно скинуть ключи но скорее всего это тоже можно сделать газет д арн ежедневная газета арн печал из бельгии распространялась в оккупированных германии районах она издавалась на французском языке и служила средством пропаганды сообща местному инсалитию содержащимся на территории германская герской империи военнопленного солдатских подвигах а здесь я просто а здесь я просто получил дополнительный предмет какой-то тоже бросить яблоко все было просто нет что она делает иди сюда отлично типичные немецкие солдаты заливаются пивасиком знаю что я здесь делаю и чей-то кабинет но я в жопе похоже сейчас буду так а вот и кот окей а вижу теперь мне нужно пойти и знамя повесить и там как-то при помощи него код узнать поднимаем поднимаем надеюсь я поднял все понялось вот хер стоит ему нас раньше зашел в кабинет какого-то там наверное генерала так ну наверное вот так да то есть 8 1 5 ага да точно вот так вот 8 1 или или 1 ну либо 1 1 5 либо 8 1 5 но 1 1 5 не может быть поэтому 8 1 5 окей верно еще бы что-нибудь стащить отсюда было бы вообще прекрасно ладно это я это я хотел собаку погладить если честно ладно словно французский штык бла-бла-бла ну нет ну нет ну нет француз французы поганые а о фак я не хотел нет ааааааа да я не хотел уже по инерте побежал а я не видел что в газ просто забежал туда не остановился сакс а я отлегся таки от газа убили от этой херни убили я смотрю на него но мне показал думаю че-то херня Вау! Здесь собака жива! Дотник! Дотник, давай! Срочно сюда! Да, в здании, конечно же, лучше всего. Ауч! Укрываться! Все, уже не вытащим. Пошли, Дотик! Дотик, давай! Дотик, надо спасаться! Айдем! А сюда можно зайти? Вот сюда вот? Вглубь? Нет? Окей. Сосно говоря, мы отсюда уезжаем, сваливаем или что? А, я просто приехал сюда. Окей, спасибо, на фронт привезли, это просто потрясающе. Мне так нравится здесь находиться. У этой охренительной каски. Которую только бодать кого-нибудь. А собака вообще телепортируется, я смотрю. Ну и телепортирующая собака, лучше вообще не бывает. Можно я постреляю в вонючих французов? Отлично, там нечем стрелять уже. Так, а здесь ничего нельзя забрать? А, да, надо чем-то кинуть и взорвать эту херню. Какой то? А, да,했다. А я не отвечал. Какой то? Ну, так и. Да, не Arm. Ну, так жалёжно. Халип! Так, я думаю, наверх лучше не подниматься. Я в жопе! Видимо, здесь противогаз можно на собаку надеть. А-а-а, вижу. Её можно разболтать. А-а-а, вот так. Есть. Я подумал, как её разболтать? Можно кулаком. Фак, она, я не могу её взять. Окей, она сама взялась. Ну всё, БТСМ, собака в действии. Сейчас всех порвёт. Отлично. Всё, я могу наверх возвращаться, да? Окей. Ладно, это мне, конечно, нужен был тяжёлый германский шлем. Данный шлем пришёл на смену остроконечному немецкому шлему, так как лучше защищал от шрапнели. Вот! Он был значительно толще французского аналога, а обод прикрывал уши. Компенсацией за надёжную защиту стал немалый вес шлема. Что сделал его самым тяжёлым в истории. Полагаю, мне назад идти больше некуда. И просто пройти вперёд, да. Давай, собакер! Я даже не знаю, чё произошло сейчас. Я убежал куда-то, да? Окей. Видимо, вернулся в Сен-Мель. В то время, когда Карл был как никогда близок к дому, Фредди должен был встретиться с канадцами у Веми. 9 апреля 1917 года. В небе над Веми Джордж, британский лётчик, выполнял для артиллерии разведку в Германии. Потрясающие очки! Скоро 5 лет пойдут. Так, сзади нихера, нихера. В любом сайдскроллере надо проверять то, что находится сзади вас в начале урна. 9 апреля 1917 года. Веми, Франция. Чё это даёт? Ой, привет! Ой, пока! Неудачник! Словил, да? Ой, да ну лос-шопы! Не отплётчик! А, окей! Дали ачивку за то, что я сбил флаг, видимо. Чё я должен... А я сделал то, что нужно, да? Так, а что мне нужно сбить-то? Давайте на 60 поставим. Или я сбил уже всё, что нужно? Ну, я сбил, наверное, всё, что нужно. О, фак! Окей. То есть она где-то на... ...десяти находится. Ладно, понял. А на... Чё, почему я должен быть наводчиком всеми остальными людьми? Какого чёрта мне никто не помогает? Что я нашёл-то вообще? Каска Броди. Каска Броди также известна, как каска Томми и антишрапнелевая каска. Её носили все солдаты армии Британской империи, включая британские, канадские и австралийские отряды. Использовалась также американскими войсками в преступлении в войну. Характерная форма шлема породила множество прозвищ. Мойка, сковорода, боевой котелок. Немцы назовели войс... САЛЯТЬ! Чё у меня в левом верхнем углу? Я даже не знаю. Ты чё-то застряла? Или чё? Ещё десятки нету. Десятка, десятка. Еееей! Видимо, первая цель и вторая цель. Валим! Чё, в кого-то совать палец нужно? Ладно, давай. СУЁМ ПАЛЕЦ! СРОЧНО! Или это английские войска? Вот, а что мне делать сейчас было? Или это были британские войска? Чё-то я не знаю, канадские или британские? Фак! Что я должен был делать здесь? А! Твою мать! Я не заметил тут препятствия. Думаю, что проволока передо мной, но нет, на самом деле препятствия. Думаю, что препятствия сзади, как... Как фон. На самом деле нет. На самом деле это колючая проволока передо мной, которую не надо резать. То есть не передо мной, а сбоку от меня. Нихера себе! Эй! Эй, друг! Ты чё-почему друга-то не собрал? Собери его! Чё кто-то стоит? Я просто сплю. Я усатый. Опасность, я понял. Я понял опасность везти. Мне нужна... Ручка, я не знаю, как это назвать. Короче, мне нужна какая-то херня, чтобы вертеть. Рычаг. Как это называется? В времена войны канадцы, не получившие пока независимость, уже используют доллары и центы. В 14-м году на монетах чеканился портрет Карла II. Во Франции канадцы зарабатывали 1 доллар в день, что соответствовало средней заработанной плате служащего или рабочего. Господи. Как называется херня, которую надо вертеть? Слово приди! Рычаг! Господи, нет, рычаг, который дергать надо. Штурвал! Херня! Такс. Вот слово вертится в голове, а вспомнить не могу. Так, может сверху я что-нибудь забыл. Рыч, нет, не рычаг, снова. Окей. Вперед нельзя, нельзя. Такс. Турвал почему-то у меня вспомнился. Ах, тунг, без гранат. Такс. Я что-то не вижу. Аааа. Окей, снова. Ну ааа, окей, снова. Почему у меня в голове постоянно то, что я хочу что-то сбросить? То есть. В голове мысль о том, что чтобы что-то получить, что сверху живет, надо сбросить что-то. Что я сделал, спрашиваю. Точнее, что-то сбросить и перед этим бросить чем-то. В это самое дело. Я ничего не вижу. Пойдем, ребята. Вес! А, он меня будет направлять. Вес! Вес! Как четко. Ладно, летчик! Летчик, ты крут! Свои мохнатые очки навсегда останутся у меня в голове в качестве воспоминания об этих потрясающих годах существования человечества. Нет, ублюдок! Это мой танк! Уродская инопланетная скотина! Из-за тебя я получил снаряд в голову! Я все могу пережить, но снаряд в голову нет! Жопа ты иностранная! И на европейской земле скотина! Оф! Фак! Я не знаю, как я остался жив! А просто бежать вперед! Ну, дебилы! Ну, дебилы! Задорнов заставил меня сдохнуть в этой игре! Я долго думал смеяться или не стоит, может сейчас что и произойдет, но нет! Да! Так получилось! Оф! Фак! Опасность! Опасность на каждом шагу! Так, 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 так! Я лучше отойду сразу! Быть убитым танком, когда он переворачивается, это как-то глуповато! А вот если бы я был за... Танком, то было бы все немножко по-другому! Надо было подождать! Да господи, че ж такое это? Отдыхай я на каждом шагу! Ёппарасоте! Заберись, тряпка! Ты на войне! Ты тоже какие-то игры играешь? Нет! Ты посмотри! Серый американец! Карикатурный! Это война! Боже! Goal of Duty не отдыхает здесь! О, черт! Окей, че дальше? Так, а докуда он достает? Понял? Ну а как? Вот этого я сейчас не понял! Я и так со всей скоростью бежал! Когда я бегу просто так, он на меня стреляет! Здесь побежал, ударил, он на меня стреляет! Окей! Не знаю, как я здесь выжил, но окей! Потрясающий эпизод с танком! Так, а че мне здесь сделать-то? Быстрее быть? Окей, быстрее! Fuck! Успел! Успел! Fuck you! Вонючий непчуров! Австро-венгерские уроды! Вонючий непчуров! Австро-венгерские уроды! Ты видишь, да? Господи, спаси! Господи, спаси! Вонючий непчуров! Солдат! Окей, че дальше? Здесь че-нибудь есть? Здесь нихера нету, ладно. А я смотрю, че от него будут двигаться. Такой, а, окей! Это немецкий солдат. До меня дошло! Когда я увидел его форму. Ладно. А как мне подвинуть ее? Ват, а почему в прошлые разы она полетела? Так, ладно, видимо, это просто нам было несколько раз дернуть рычаг и все. Дальше че? Кусатые, пародатые ребятишки. Ой, привет, собираемый предмет. Что это за херня? Ландшафтная модель, рельефная модель холмов, изготовленная для наглядности целей задания. Я, кстати, не прочитал это. Хребет Виме — это длинное нагоре, позволяющее контролировать расположенные вокруг равнины. Общая протяженность этого стратегически важного района — 8 километров и 9... 8 километров. 9 апреля 17-го года несколько канадских дивизий общей численностью 100 тысяч человек штурмом отбили этот хребет у врага. В 22-м году Финля... ааа, почему Финляндия? Франция передала Канаде эту прославленную высоту в постоянное владение, чтобы увековечить подвиг павших в войне канадцев. В память о погибших здесь 11 тысяч солдат, точно место смерти которых неизвестно, было посажено 11 тысяч деревьев. Хребет Виме стал символом государственного восстановления Канады и единства ее нации. Жопу, они же канадцы! Какая разница? Они даже так перевернули, потому что канадцы! Да, я смотрю, у вас потрясающее здесь занятие. Вы даже флаг поднять не можете. Пусть даже там британский. Вон. После множества неудач, ценой огромных жертв канадцам все же удалось отбить эту высоту у немцев. Вероятность участия США в войне возрастала с каждым... Под конец войны! Письмо младшего брата Фредди подтвердило, что их страна уже буквально рвется в бой.